Здравствуйте, друзья! Меня зовут Вадим Прятко и сегодня я хочу поделиться с вами своим опытом борьбы с зоофильными мухами в телятнике. С приходом лета к нам приходят не только теплые дни, жара и море отпуска, но и множество паразитических насекомых. В частности, это комары, мошки, оводы, гэдзы, слепни или те же самые зоофильные мухи. И вот как раз зоофильные мухи, наверное, более всего досаждают животным, которое содержится в животноводческих помещениях. Мухи причиняют значительный стресс животным и в частности вот этим прекрасным бычкам, которые сзади меня вы можете видеть на откорме. Они отвлекают бычков от кормления, выпойки, не дают отдыхать, являются переносчиками различных заболеваний. В период карантина только этого нам и не хватало, лишнего стресса. Мы в этот период проводим адаптацию телят, проводим выпойку, приучение к новым видам корма, вакцинацию, различные обработки. Это все, само собой, является стрессом. И то есть нам абсолютно не нужен дополнительный стресс и угроза инфекции, которые могут исходить из зоофильных мух. Итак, как мы боремся с мухами в этом помещении? Прежде всего, мы максимально уничтожаем мух в самом помещении и прилегающих к ферме территориях, в местах накопления насекомых и их размножения. Для этого используем препарат цифлуркомби. Цифлуркомби – это концентрат, в составе которого цифлутрин и пеперонилобутоксид. Его разводят, чтобы получить 1% раствор, то есть 100 мл препарата на 10 л воды. Раствор готовят непосредственно перед использованием, смешивая цифлуркомби с водой температурой 20-25 градусов. Препарат перед разведением взбалтывают, добавляют в воду и тщательно смешивают. Полученным раствором опрыскивают с расстояния 20-40 см поверхности, где садятся мухи, а также места, где они размножаются, выгребные ямы, навозные транспортеры, навозные кучи и другие места размножения. На поверхности, которые не поглощают раствор, наносят 50 мл на 1 м2 и 100 мл на 1 м2 на другие поверхности. Лучше раствор распылять вечером, когда температура падает ниже 25 градусов Цельсия. Повторную обработку при надобности проводят через 3-4 недели. Все работы с препаратом в помещениях проводят при открытых окнах. После окончания работ помещение проветривают не менее 2-х часов до исчезновения запаха. Так как уничтожить всех мух во внешней среде практически невозможно, поэтому наш следующий шаг это защитить от оставшихся выживших мух наших телят непосредственно, используя репелленты. В частности, мы будем использовать репеллент цифлур. Наносим его на кожу вдоль хребта от шеи и до корня хвоста в дозе 5 мл на голову. Обрабатываем обязательно всех животных в помещении, не реже, чем раз в месяц. На этих кадрах мы можем оценить результат обработки. До обработки, после обработки репеллентом и цифлуркомби. Таким образом, на протяжении сезона лета мух и в частности активности зоофильных мух, мы ежемесячно проводим обновление обработки помещения и прилегающих территорий препаратом цифлуркомби. То есть, уничтожаем насекомых во внешней среде. А также ежемесячно проводим обновление обработки репеллентом с помощью препарата цифлур. Ну или другими качественными, проверенными на практике препаратами. Друзья, защищайте ваш скот от паразитических насекомых и в частности от зоофильных мух. Используйте проверенные качественные препараты, в частности такие как цифлуркомби и цифлур.